Это самозарядная винтовка Токарева, так называемая СВТ-40, 40-го года образца. В земле она пролежала десятки лет, найдена на днях. Так же, как и все эти предметы. Отголоски военных лет и ожесточенных боев находят добровольцы. Сначала исследуют местность металлоискателем, затем копают. Иногда попадаются неожиданные предметы. Дмитрий Павлов с поисковыми работами занимается 12 лет. Самый интересный случай произошел с ним. В Карелии. В 2013 году мы уже совместно с поисковым отрядом Севастополь поднимали самолет Л-2, который как оказался с экипажем. От лагеря до самолета мы ходили две недели, где-то порядка километра туда-обратно. И по пути еще семерых бойцов наших подняли. Наряду с опытными поисковиками в районе Эскикермен работают подростки. Приехали они из Нижневартовска. Для многих эта вахта памяти не дебютная. Первая экспедиция была в Ростове, в Шолховском районе. Там также поисковые работы проводились, как всегда, как обычно. Семерых бойцов подняли, у всех семерых установили личность. Это местность под Бахчисараем – арена жестоких боев. Ее захват открывал врагу дорогу на Севастополь. Поэтому и останки воинов решили искать здесь. Местность была лесна, трудно, сильно пересеченная врагами, балками. И позиции противников находились на небольшом расстоянии, буквально часто на бросок гранаты. Естественно, при таких обстоятельствах было очень большое количество людей. И немцы пытались здесь, коротким путем, старой Екатериновской дорогой, прорваться к Энкермана, взять Севастополь. Всего сюда приехали десятки людей из разных регионов России. Ожидается, что уже через несколько дней их будет больше сотни. В городе Нижневартовск очень строгий шел отбор. Это один из крупных отрядов, которые прибыли к нам. Ребята выбирали самых лучших. И нас даже попросили записать приветствие, приглашение в город Севастополь. Торжественно открывалось все это на площади. То есть люди с трепетом относятся к нашему городу. Где-то ДОСААФ нам поможет, где-то поисковое движение. Когда, как говорится, совместно, понятно, что не во всех есть средства. Но там что-то, там что-то где-то, где-то своими силами что-то мы сможем. Просто легче все это будет организовать и провести, как говорится, уже традиционно, я думаю, после сегодняшней вахты. Поисковые работы продлятся до середины мая. Найденные останки традиционно захоронят на 35-й береговой батарее. Анастасия Шульга, Деливер Меджитов, информационный канал Севастополя.